Третий вопрос о проекте конституционного закона Республики Ингушетия, о референдуме Республики Ингушетия в первом чтении. Докладчик Елой Мусал Хасанович, председатель избирательной комиссии Республики Ингушетия. АПЛОДИСМЕНТЫ И объясняется это тем, что закон этот, он принят очень давно, в 97 году аж, и в него не вносились с тех пор практические изменения. Закон в данное время представляет собой очень плохой, я бы так сказал, документ, потому что содержит в себе много противоречий, не в соответствии с федеральным законодательством, правил юридической техники и много-много всего другого. А вот, к примеру, в частности, здесь подлежат изменения нормы закона, регулирующие образование и уточнение участков референдума, формирование организации деятельности комиссии референдума, порядок проведения и собраний инициативной группы, подготовки и проведения документов, представления документов инициаторов его движения референдума, порядок создания фонда референдума, поступления и расходования соответствующих средств, а также порядок и процедуру голосования, составления протоколов, подведения итогов и многое-многое другое. Поэтому внесение соответствующих изменений и дополнений в этот закон настолько затруднит его применение, что правоприменители будут в затруднении. Мне кажется, с учетом всего, что содержится в этом законе, то, что отсутствует, нужно дополнить, и в новой редакции этот закон, принятие его в новой редакции будет, мне кажется, правильным решением. Спасибо. Вопрос, пожалуйста, к докладчику. Нет вопросов. Спасибо большое. Все, доклад. По этому вопросу депутата Ханкоева Батария Юсубовича. Уважаемые коллеги, основной докладчик нам пояснил суть законопроекта. Напомню, что ранее, на прошлом заседании мы рассматривали с вами и удовлетворили протест прокурора Республики Ингушетия на данный законопроект, действующий о референдуме Республики Ингушетия. Также была информация, представленная Министерством России о том, что этот закон нужно приводить в соответствии с федеральным законодательством. Комитет вам рассмотрен и предлагаем его принять в первом чтении. Спасибо. Вопросы есть к докладчику? Ставлю на гоставание. Кто за то, чтобы принять данный законопроект и постановление к нему, прошу проголосовать. Кто за? Против? Водержавшихся нет. Денина Касановна. Спасибо. Следующий вопрос о проекте закона Республики Ингушетия, о местном референдуме Республики Ингушетия в первом чтении. Депутатчик, также Егор Мусах Асанович. Уважаемый Асхаб Абдурахманович, уважаемые депутаты, здесь ситуация, она не такая критичная, как в законе о республиканском референдуме, потому что закон, во-первых, принимался намного позже, во-вторых, в него вносились соответствующие извинения, и закон, так скажем, даже в том виде, в каком он есть, за некоторым исключением может применяться, как и соответствует. Здесь, в принципе, предлагается восполнить пробелы в части установления положений, регулирующих деятельность комиссии референдума, а также требования в вопросах, требования законодательства, вопроса агитации и осуществления деятельности инициативных групп, иных групп при подготовке и проведении этих референдумов. Кроме того, предусматривается упрощение работы по сбору подписей в поддержку инициативы выдвижения референдума и в составлении соответствующих протоколов об итогах голосования. Здесь не так много поправок предлагается, поэтому прошу поддержать. Спасибо большое. Вопросы есть к докладчику? Нет вопросов? Спасибо. Судоклад Хамфаева Батрия Исуповича, депутата. Уважаемые коллеги, основной докладчик также нам зачитал суть законопроекта, предлагаем его принять в первом чтении. Спасибо. Вопросы есть к докладчику? Нету. Ставлю на голосование. Кто за то, чтобы принять данный законопроект и постановление к нему, прошу проголосовать? Кто за? Против. Поддержался. Единогласно. Спасибо.